Все такие деловые стали, такие деловые. Шуруют, мухлюют, прикидывают, выгадывают. Молодая бабушка, ещё хранящая в своём сердце память былых походов по кустам боевой славы. Кормит с ложечки родную внучку и приговаривает, ешь, Светочка, кашку, ешь, а не то бабушка сама всё схавает. Вот какая деловая. Светочка пододвигает себе тарелку и говорит, халява вкусная. Маленькая тоже деловая. Сейчас все деловые стали, даже милиция. Знаете, сейчас можно нанять живого милиционера, 3,60 в час, 3,80 с дубинкой. Все деловые. Даже дети у нас деловые стали. Заметили? Первоклассник, например, интересуется, и что это англичане? Никак не могут выманить из своего озера Лох-Несс это чудовище Несси. Построили бы на его берегу какой-нибудь химический комбинат по нашему проекту, само бы вылезло бы. Другой первоклассник интересуется, а правильно ли говорят, что теперь вот после того, как участились встречи Горбачёва и Буша, у нас на прилавках появится рыба Горбуша. Ну, та, о которой Вилли Токарю все время поет, «Эх, хвост чешуя, нам не нужно ничего». Ему, может, и не нужно, а я бы не отказался. Эх, дети, дети, вынь да положь им еду до окончания перестройки. Они просто маленькие, они не понимают, что перестройка – это очень сложно. Мы же перестраиваем наш дом, не имея проекта и стройматериалов. При непременнейшем указании не трогать фундамент и верхние этажи. Вот у многих крыша и поехала. В одном городе, рассказывают, не прошел на выборах секретарь обком, так он так разобиделся, что тут же объявил голодовку всему городу и даже области. Кстати, прокуратура недавно проявила деловую гуманность. Прекращено дело по обвинению доктора Кашпировского в покушении на честь 48-летней девушки из Мариуполя. Следствие установило, что инцидент мог иметь место, если не он ее загипнотизировал, а она его. А какие деловые журналисты у нас, Таль, заметили? Всюду проникает, все расследует, недавно Политковский. Ну, вы его знаете из программы «Взгляд». Он любит устраивать всякие инсценировки и в них участвовать. Он недавно выяснял, сколько у нас бумаги идет в сосиски. Сколько, сколько? Полностью сколько? Так он месяц тайно прожил на мясокомбинате под видом яловой телки. Шкуру с собой принес, рога ему там наставили. Так что он чуть копыта не отбросил. Какая-то свиноматка его за свинобатьку приняла. Все деловело. Даже говорят, в эти дни кто-то позвонил в приемную Верховного Совета, кто-то из Тундры, и сказал, делегата, делегата, ты зачем на 70 лет мысца приусял, а на 73-й год все мыло отобрал? Все деловые. Деловым знаете, кто стал? Не поверите. Московский зоопарк. Отделился от Советского Союза. Организовал республику зверюнди. Клетки сломали, решетки убрали, хищников выпустили. Организовали День открытых зверей. Верблюды воспользовались плюрализмом. Оплевали все вокруг. Что надо и что не надо. Даже начхали на себя в зеркало. Волки заявили, что хотят создать совместное предприятие с овцами по производству дубленок. Семоськи объединились в Народный фронт. Стали лаять на слона, а слониха вся дрожа. Тут же сел на ежа, а тот теперь требует с нее деньги, как за сианцы иглоукалывания. До жирафа только что дошло, что его 73 года кормят, как последнего зэка на 30 копеек в день. А эта валютная шлюха, кенгуру, бананы сумками таскает. Все думают, что у нее декрет, это просто такая сумчатая конституция. Дятел не знает, кому на кого стучать. Стукнул сам на себя. Получил сотрясение мозга. Попал в сихушку, сидит на ветке и выдает себя за Дзержинского. Проказница-мартышка, осел, козел, да косолапый мишка. Задумались играть квартет. Пленум собрали. Закрытый. Как не садились, ничего не получается. Решили председателя избрать. Ну, медведи, естественно. Михаил Потапча. Потому что он единственный знает, как дожить до решения продовольственной программы. Предлагает всем лапу сосать. До 2000 года. По предъявлению паспорта. А там, глядишь, и лапа отсохнет. Так что все сейчас о деловело, обизнесмело, о миниджерелло. И я не боюсь этого слова, о продюссурелло. Увеличился деловой обмен культурно-научно-технический, медицинский. Обмениваются профессионалами. От нас к ним идут, от них к нам. Недавно наши милиционеры летали на практику в Штаты, изучали, как отнимать наркотики. Их полицейские к нам прилетали, изучали, как продавать водку из-под полы. Очень удивлялись, почему нас пьяных негров не задерживают. Наши объясняли, что у нас вытрезвитель только для белых. Тюрьмы недавно стали обмениваться заключенными. Американские урки к нам недавно прилетали посидеть. Им потом день у нас за два года дома засчитали. После нашей баланды врачи у них установили, извините, такой стул, после которого их электрический стул, это детский лепет. К тому же кто-то из наших уголовников ночью пробрался к ним в камеры и заменил всю туалетную бумагу наждачной. Так что остальной срок они уже досиживали стоя. Ну а наши, как попали в Штаты, да как увидели их двухместные камеры с цветными телевизорами, тут же потребовались по жизненно-тюремному заключению без права переписки. А взамен обещали из любого их мафиози сделать два дня ударника коммунистического труда. Так что неправильно говорят, что у них мафия, вот это мафия. Да подумаешь, неаполитанская каморра или чикагская коза-ностра. Наша коза их козе в пять минут козью морду сделает. Солдатами недавно стали обмениваться. Американские солдаты там прилетали, все понравилось, все поняли, кроме одного. Что означает доска с надписью «Не копать кобель». Пришлось сказать, что это то место, где собака зарыта. Они говорят, череп с костями нарисован. Пришлось сказать, что это хозяина собаки. Они говорят, какой трогательный обичий. Копают вместе сукин сын и его куски на мак. Ну а наши, как попали в штат, навели шорох в наемной американской армии. В последнюю ночь вымазали все гуталины для маскировки под местных негров. Вынесли с полигона атомную пушку. И тут же обменяли ее на спирт у никуруганских контрастов. Одного задержали, спрашивали, сэр, что вы делаете? Он отвечает, служу Советскому Союзу. Одним словом, дорогие мои друзья, пришло время деловыми становиться не для вида, как это у нас было долгое время заведено. Не для нашей бесконечной демагогии, которой добра никому не принесла. Пора уже это открыто признать, ведь каждый из нас это понимает. Как это просто оказалось. Деловыми надо становиться для дела. Как мы любили говорить, по конечному результату. Мы подошли к черте. Дальше уже страшно. Пора вспомнить простую истину. За нас, без нас и для нас никто ничего не сделает. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...